Лишили жизни за 11 тысяч рублей. Сегодня в Балаковском районном суде вынесли приговор двум молодым людям, которые по предварительному сговору ограбили, а затем убили женщину. Как выяснилось в ходе следствия, они заранее решили кого-нибудь ограбить. И один из злоумышленников сказал, что у него есть знакомая, которая всегда носит много золотых украшений. Как рассказали сами подсудимые в ходе следствия, потерпевшая была жива, когда двое преступников жестоко ее избивали. От внутренних травм женщина кашляла кровью, но это не остановило злоумышленников, а только удивило их. Один из них бросил фразу «я ей кадык проткнул, а она жива». Смерть женщины наступила от травмы шеи. Один из преступников после долгих издевательств просто задушил ее. Затем потерпевшую оттащили к пляжу и бросили в воду со словами «если еще жива, захлебнется». Предварительно сняли с жертвы золотые украшения на сумму около 50 тысяч рублей. Однако в ломбарде выручили за них около 11. Сами подсудимые говорят, что предварительного сговора совершить преступление у них не было. Однако следствие доказало обратное. Поэтому суд отнесся к их словам критически. Взять хотя бы тот факт, что парни раскрасили лица, чтобы их никто не узнал. О намерении подсудимых убить и решения в процессе разбоя бесспорно свидетельствуют следующие факты. Знакомство лезги и воспотрепевшей, которая могла сообщить о нем в полицию. Желание обоих подсудимых не быть узнанными посторонними лицами. Приготовление орудия преступления, состоявшиеся между подсудимыми договоренность на нанесение новосельцевом, на руках которого будут резиновые перчатки, ударов по голове потерпевшей ножкой от стола, перемещение или шампи безлюдное место, совместные длительные избиения потерпевшей и ее унушения. В ходе вынесения приговора суд учел смягчающие обстоятельства, а также тяжесть преступления. В итоге злоумышленникам дали по 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме этого, в пользу родственников убитой будут взысканы средства в качестве компенсации морального вреда. У обвиняемых есть 10 дней на обжалование приговора. «Теоретически за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105, виновному лицу может быть назначено самое максимальное сейчас – это пожизненное лишение свободы». По нашим сведениям, один из обвиняемых собирается подавать апелляцию с тем, чтобы уменьшить срок наказания.